Как я уже говорил, сейчас работа с юрлицами – это одно из ключевых направлений для Яндекс.Денег. Что же мы придумали для того, чтобы делать это эффективнее? Находите клиента в местах естественного питания. Это не значит, что нужно выслеживать генерального директора и пытаться ему на дорогу дома случить рекламную арестовку. Дело в том, что любые компании для выхода на рынок проходят определенные этапы. И ваша задача в том, чтобы оставить свои следы на каждом из этих этапов. Так в Яндекс.Деньгах мы понимали, что основная аудитория нашего сервиса – это небольшие интернет-магазины. И к каждому из них для того, чтобы запуститься, нужно создать сайт. Для этого они идут в конструкторы сайтов, обращаются к мастерам или студиям, которые делают сайты на определенных CMS. И мы понимали, что именно в этот момент должны появиться Яндекс.Деньги. Кроме того, на ТОПСе от заявки в работающего клиента есть несколько этапов. И техническая интеграция – это одно из самых узких мест в воронке. Поэтому то решение, которое нашлось, на мой взгляд, было идеально. Мы встали в самые популярные конструкторы сайтов и CMS. Более речи, мы у клиента не только видели нашу рекламу, но и подключение для них не стоило никаких усилий. То есть просто заключить договор с Яндекс.Деньгами, а техника уже встроена в твою систему. Это выгодно CMS, потому что они получают рекламу на сайте Яндекс.Денег и получают клевый функционал в виде платежного модуля. И это выгодно Яндекс.Деньгам. Перейдем дальше. Так это выглядит на сайте CMS.